Татьяна Викторовна, здравствуйте. Ваш бизнес связан с общественным питанием, вы руководите столовой. Скажите, вот с чего начался ваш бизнес? Как пришла идея открыть свое дело? У нас бизнес наш молодой, достаточно три года. Четвертый год мы только работаем. Мы учимся, мы стараемся. К этому я очень долго шла. 25 лет я уже связана с предприятиями общественного питания, с этой сферой. И то есть всю работу знаю от и до. Со временем работы возникало очень много разных идей, разных вариантов, разных предложений, так скажем, поступало. Но не было такого, за что хотелось бы зацепиться и именно продолжать. Вы видели помещение, сдается, и решили, вот здесь я буду работать. И как выручилась? Нет, это помещение сдавал мой одноклассник, поэтому он ко мне подошел, предложил. И как бы настойчиво предложил, впоследствии очень сильно помог мне с развитием всего этого и поддержал. Ну то есть получается он как бы инициировал, помог? Да, да. Он спровоцировал это все, можно так сказать. И потом начали работать. И в процессе того, как стали люди добавляться, понятно было, что результат положительный. Что все не зря, что прогресс есть. Все правильно. Татьяна Викторовна, говорят, что сейчас сложно вести бизнес. А вот с какими трудностями вы столкнулись? Пока первый год начинали бизнес, ну очень многие говорят, что тяжело, там никто не помогает. Я хочу сказать, что мне помогали все. И администрация, и торговый отдел, и ничего не могу сказать. Мы даже получили субсидию на ранней стадии бизнеса до года, что было очень большой поддержкой. Мы все предлагали, и все помогали. Торгово-промышленная палата, банк Первомайский. То есть масса людей, которые поспособствовали развитию бизнеса и успешному. Субсидия, она выдается безвозмездно. То есть нужно только два года пользоваться этим оборудованием. Они компенсировали не всю часть, ну большую часть денег из приобретенного оборудования. А на начальной стадии это очень важно. То есть у вас главная проблема была купить оборудование? Оборудование очень дорогостоящее сейчас. Ну и это не только эта проблема. Проблема в том, что как организовать правильно, как подойти к этому всему. Тоже нужно об этом думать. Я все равно считаю, что если открывать свое дело, нужно продумать тщательно это все. Каждый шаг. Все взвесить. Взвесить все за и против. Потому что спонтанно ничего не бывает. Когда поступило предложение о субсидировании, что есть возможность такая, мы, конечно, не отказались. Потому что требуется, требуется. Вот уже четвертый год мы работаем и все равно еще нужно, нужно и нужно. А какой размер 70 лет субсидий? Размер субсидий у нас составил 110 тысяч. Мы получили. На 160 тысяч мы купили оборудование. И 110 тысяч мы получили субсидии. Вы не разочаровались в своем деле, что открыли бизнес? Ведь работать очень много приходится. Работать очень много приходится. Первые два года это было вообще вот только это. И ни семьи, ни детей, никого и ничего. Очень тяжело, конечно, было, но ничего, мы справились. Семья была на моей стороне, поэтому помогали все. Ну, сейчас уже полегче, уже штат у нас побольше. Начинали мы три человека. Потом уже сейчас у нас восемь человек. Абсолютно не жалею. Ни одного дня не было, чтобы я пожалела, что мы взялись за это дело. И просто стараюсь выполнять свою работу добросовестно. Максимально будем улучшать. Есть ли у вас какие-то секреты успеха? Секрет успеха, он прост. Нужно любить свою работу, ценить ее, работать. Очень много нужно работать. Ну, я по профессии техник-технолог и повар пятого разряда. В технологических процессах, ну, в принципе, я на всех поучаствовала, везде. Больше всего нравится выпечка. Доставляет огромное удовольствие. Это и пироги, и пирожки. Ну, как-то вот свой рецепт выработали, тесто, и очень хвалят люди. И, ну, за нашими пирожками приезжают. Особого там рецепта нету, все как у всех. Секретный, все должно быть приготовлено с душой. Вот он, весь секрет. Каким вы увидите свой бизнес через 5-10 лет? Какие у вас планы на будущее? Хотелось бы, конечно, преобразиться так, чтобы быть номер один. Улучшить, усовершенствоваться там. Если будет потребность, то можно расшириться. Пока мечтаем о ближнем будущем, чтобы здесь год-два максимально уже привести все, вывести на такой уровень, чтобы можно было гордиться именно. Хотя я и сейчас горжусь тем, что я сделала. Людейные отзывы хорошие? Ну, большинство, да. Потому что город маленький у нас, тут работать нечестно и непорядочно, я считаю, что нет смысла. Спасибо большое. Успехов вам и процветания вашего бизнеса. Спасибо вам.